Вас заинтересовали именно дейтроны? Меня не заинтересовали именно дейтроны, это цикл работ. Мы просто начали с протонов, мы очень долго мучились над протонами, мы очень долго думали, какую бы модель, а как бы все это описать. Взяли протоны, описали, все вроде бы получилось здорово. И решили, ну у нас как бы мы регистрируем помимо протонов еще дейтроны, тритоны, гели-3, гели-4, решили как бы распространить. Вы все их будете? Да, мы все их будем делать. Пожалуйста, вот у вас в спектрах постоянно присутствует какая-то особенность в области 120 мм. С чем она связана и как вы ее объясните? Ну вот эта особенность, она как раз связана с ядрами олова. Вот для протонов это иногда бывает понятно, для дейтронов это иногда не очень понятно. А что за магическое 120 мм? Что это, какой физический процесс? Это, ну, ологашек. Ну, магические числа, заполненность оболочек. Заполненная оболочка. Вот одно я вроде бы понял, когда у вас статистический спектр возникает, просто все ядро разогревается за счет поглощения пиона, да, ну и потом вылетают дейтроны. Ну и не только дейтроны. Ну не только, да, но вы смотрели, скажем, дейтроны, вот параметром T температуру вы определяете соответствующий спектр. А вот что означает первичное дейтроны? То есть мы считаем, что там есть вот этот гелий-3, да? Гелий-3, да. А, то есть надо узнать вероятность существования гелия-3 в ядре. Вот как бы он там все время с какой-то вероятностью существует, а потом из него уже дейтроны выбиваются. И это самый высокий момент, если дейтроны. А чисто экспериментальные данные по выбиванию дейтрона из гелия-3 в свободном состоянии существует, да? Ну, в принципе, да. Аппроксимация неравновесной эмиссии в спектрах температуры, и она довольно грубовата, и каждый автор имеет право на любую аппроксимацию. Только потом очень трудно из нее вытаскивать физику, потому что мы сегодня знаем, что даже если это предравновесная эмиссия, то она из энокситонных возбуждений. Они меняются. Представляете вас, сначала трехквазичастичное возбуждение, температура между тремя частицами, она высокая. Следующий шаг 5, 8, 9, и температура понижается. А вы одной все взяли и описали. Поэтому это грубовато вообще. Как вы сказали, наши теоретики мучаются. Пусть вы им скажете, пусть мучаются правильно. Ну, просто у нас широкий диапазон ядер. Мы решили хоть как-то это обобщить. Нет, это первое приближение, все можно делать. Поскольку крометризация, они исходят из принципа минимальности допущения. Две температуры, сколько у вас параметров? Две температуры, да? Две температуры и ширина. И ширина. А если вы хотите добавить параметры, там тоже параметр будет немножко. Там тоже один параметр будет для неравеновеса. Начальное число квадрически. Вот с какого запустить, правильно? Ну так. Один, а температура уже не будет. Нет, ну еще давайте добавим туда константы, которые как бы не несут физически. Хорошо, это в порядке замечаний, ни в коем случае не...